Глубоко уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, благодарю вас за возможность выступить на столь значимом научном форуме. В ходе своего доклада я хотел бы остановиться на некоторых аспектах нутриционной терапии у онкологических пациентов, учитывая, что есть определенные нюансы. Прежде всего, это наличие самого опухолевого заболевания, которое приводит достаточно быстро к ахексии, поэтому реагировать нужно на это достаточно быстро. Здесь вы видите и продукты самой опухолевой клетки, прежде всего, это интерферон гамма, интерликин-6, фактор некроза в опухоли альфа. Это ответ организма в виде системной воспалительной реакции, это приводит к метаболическим нарушениям в виде липолиза, протеолиза, анорексии. Всё это приводит к развитию к ахексии. В связи с чем нутриционная поддержка является важным и неотъемлемой частью сопроводительной терапии, как при цитостатической терапии, так и при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. И она должна в идеале включать 4 последовательных этапа. Это диагностика метаболизма, расчёт потребностей в нутриентах и энергии, выбор метода доставки и оценка и профилактика осложнений возможных. Если говорить о диагностике, то тут есть скрининговые тесты, достаточно простые, которые позволяют сориентироваться. Нужно начинать, не нужно. Прежде всего это индекс массы тела, это оценительные таблицы, которые для простоты уже оформлены в виде калькуляторов. Например, на сайте ВОЗ есть в двух исполнениях для детей до 5 лет и старше 5 лет. Это позволяет вам, введя даже самые банальные показатели в виде возраста, роста и веса, получить какую-то картину определенную о состоянии питания ребёнка. Если говорить об лабораторных аспектах диагностики, то здесь достаточно банальные есть. Это общий белок, который теряет свою актуальность. Это альбумин, трансферин, если, конечно, пациент трансфузионно независим. И ряд других маркеров, которые, к сожалению, из-за своего быстрого метаболизма не всегда показательны. Из инструментальных я бы выделил непрямую калориметрию. Это золотой стандарт диагностики. Однако, может использоваться у детей только более старшего возраста или у пациентов на искусственной вентиляции лёгких. Следующим этапом является оценка потребностей различных нутриентов. Прежде всего, не надо забывать о потребности в жидкости. Иногда врачи допускают ошибку, забывая адекватно оценить этот важный фактор. Дальше важно оценить потребность в белке. Здесь я бы обратил ваше внимание на то, что есть расход на основной обмен. То есть, это поддержание жизнедеятельности. И при стрессовой ситуации, или при активной стадии заболевания, или наличии каких-либо осложнений. Вы видите, что потребность в белке может разрастать в полтора-два раза. Дальше вы должны рассчитать потребность в энергии. Существует много формул, около 30. Я выделил, на мой взгляд, наиболее распространённые и точные. Они даже сопоставимы с данными непрямой калориметрии. Рассчитав основной обмен, мы вводим дополнительный поправочный коэффициент. Для наших пациентов это приблизительно 1,4. И, соответственно, получаем нужное количество килокалорий. Определившись с потребностями, перед нами стоит вопрос, как же накормить ребёнка в стационаре. Я бы хотел обратить внимание на грудное вскармливание. Иногда существует достаточно грубая ошибка, на мой взгляд. Мамам рекомендуют грудное вскармливание прекратить. Показано, в том числе, нашими московскими коллегами, что даже при аллогенной трансплантации только позитивные моменты от грудного вскармливания. Если, конечно, нет контоментации грудного молока при несоблюдении гигиенических норм со стороны матери. Это диета общая низкомикробная. Базовые смеси для питания у детей. И непосредственно нутриционная терапия в виде сиппинга. Это приём энергетических коктейлей. Энтеральное питание. Парэнтеральное питание. Либо, и наиболее часто, это комбинация методов. Если говорить о низкомикробной диете, то в настоящее время идёт активная дискуссия, не сильно ли мы ограничиваем наших пациентов. И похоже, что настаёт время, когда мы должны потихоньку отходить от этих жёстких ограничений. Вы видите Кахрейновский обзор, где среди всего многообразия научных исследований было выявлено три работы, которые показали отсутствие каких-либо различий в осложнениях при обычном питании и при питании в качестве низкобикробной диеты. Ещё одна работа, которая показывает также отсутствие различий уже у пациентов в группе аллогенной трансплантации костного мозга. К радости врачей и пациентов расширяется арсенал смесей для сиппинга. Это и линейка вкусовых, набор вкусов. И, что наиболее важно, теперь можно проводить сиппинг не только у стабильного пациента, но и у пациента с выраженным синдромом малябсорбции, сниженным аппетитом, даже после недавно перенесённого желудочно-кишечного кровотечения. Если же речь всё-таки заходит о необходимости энтерального питания, то существует тоже несколько подходов. Классически это использование назогастрального зонда. И методика, которая набирает обороты и популярность, это эндоскопическая гастростомия. Если говорить о зондах, то существует три вида, наверняка вы это все знаете. Это зонды из поливинилхлорида. Как правило, они используются для терапии порезов всё-таки в отделениях реанимации. Силиконовые зонды могут использоваться до 40 суток. И наиболее современные полиуретановые до 2 месяцев без их замены. Естественно, они являются рентген-контрастными. Это позволяет отслеживать их правильную локализацию. Если же возникает необходимость гастростомии, то я хотел бы обратить наше внимание на показания и противопоказания. Показания – это изначальная невозможность установки назогастрального зонда. Необходимость и прогнозируемая длительность энтерального питания более 6 недель. Например, в результате неврологического дефицита пациент не может глотать. Это опухоль верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Челюстно-лицевые травмы. К абсолютным противопоказаниям относится невозможность выполнить фиброгастрододеноскопию. Это относится к чрезкожным гастростомиям, текущий перитонит и когулопатия. Тут бы я поставил относительные противопоказания, потому что мы в любой момент можем ее скорректировать. Преимущество чрезкожных гастростомий – это небольшая травматичность, ранняя адаптация пациента, уже в те же сутки он может быть отпущен домой. И высокая прочность расходных материалов. На данном слайде вы видите некоторые виды гастростом. Катетерфалия здесь представлен как скоропомощной вариант. Иногда это используется в скоропомощных стационарах для краткосрочного питания. Естественно, для наших пациентов цитопения – это не вариант. Через кожные гастростомы различных производителей. Что наиболее важно – это вид внутрижелудочной фиксации. Она может быть бамперная на слайде слева и баллонная. Преимущество баллонной фиксации в том, что в случае необходимости замены трубки, в случае, когда она пришла в негодность или когда пациент вырос, нам надо поменять на больший размер, мы сдуваем баллон, и эта процедура проводится без дополнительного наркоза, что очень удобно. Обученные родители могут даже проводить эту процедуру в домашних условиях. Еще одно преимущество современных гастростомы – это уже пример низкопрофильной гастростомы. Это наличие специальных интродюсеров, которые позволяют, опять же, без дополнительного наркоза устанавливать такой вид гастростомы. Ее преимущество в том, что практически не снижается качество жизни пациента, физическая активность ребенка, наверное, только за исключением посещения бассейна, и то можно сделать такую вакуумную повязку. Поэтому будущее, скорее всего, будет за этими видом гастростом. Естественно, гастростомия не лишена осложнений, радует то, что процент небольшой, около 2-3%, это перистомальная инфекция – наиболее частое осложнение, кровотечение, перитонит и желудочно- и кишечно-кожный свищ. В случае, когда не подходят ранее перечисленные виды питания, мы можем перейти к парентеральному питанию, питание, которое осуществляется через центральный венозный катетер. Если говорить о пациентах при цитостатической терапии, при трансплантации гемопоэтических стелоклеток, то, прежде всего, это выраженный синдром малиабсорбции, это диарея, как проявление энтеропатии, как проявление остро-реакции трансплантат против хозяина с поражением кишечника и некупируемая рвота. На данном слайде основные правила, о которых нужно помнить, прежде всего, это одновременность введения пластического энергетического субстрата, имеется в виду белков и углеводов и жиров. Я выделил красным цветом, потому что эта цифра постоянно меняется, но по настоящим данным около 120 ккал на 1 грамм азота. Сосудистый доступ, как правило, всегда должен быть центральный. Это связано с высокой осмолярностью раствора для парентерального питания. Например, 20% глюкоза обладает осмолярностью 1100 мсм. Желательно использовать дополнительный ход центрального венозного катетера для отдельного введения парентерального питания. Существует несколько методик. Флаконная наиболее ранняя появилась. Она успешно применяется у детей малого возраста и у пациентов с органной недостаточностью, будь то полиорганная, будь то дисфункция какого-то одного органа. Это система 2 в 1 комбинация белков и углеводов и 3 в 1 с добавлением жировых эмульсий. Достаточно новым направлением является персонифицированное парентеральное питание, которое направлено на создание специальных пакетов, куда входят компоненты парентерального питания и инфузионной терапии для каждого конкретного пациента. Это повышает точность парентерального питания и снижает риск ошибки медицинского персонала. По сути, это комбайны, которые готовят индивидуальный пакет для пациента. И надо отметить, что большие различия заключаются в разработанности программного обеспечения. Например, программа Nutrinet Parenteral позволяет заранее уведомлять врача о несовместимости каких-либо компонентов парентерального питания. Также достаточно легко интегрируется в информационную систему того или иного учреждения, собирая рецепты со всех отделений. Это особенно удобно в многопрофильных стационарах, которые разделены по большой территории. Так вы видите процесс приготовления парентерального питания. В результате мы получаем вот такой индивидуальный пакет. Я бы хотел отметить, что если по каким-то причинам парентеральное питание нам не понадобилось, в зависимости от состава оно может храниться в холодильнике при плюс 4, от 2 до 14 суток. То есть мы можем готовить на выходные, на праздники и так далее. Компаундинг – это не только парентеральное питание, это приготовление цитостатиков, антибиотиков. Комбайн слева это позволяет делать. И он исключает те случаи, о которых сказала Полина Сергеевна, когда часть лекарства может где-то оставаться. Есть специальные толкатели, которые полностью выталкивают всё лекарство, и вы будете уверены, что ваш пациент получит полную дозу. Более того, существуют системы транспортировки, которые позволяют транспортировать приготовленные растворы в другие стационары. Для более наглядного представления о нутриционной терапии я бы хотел представить вашему вниманию клинический случай. Пациент с острым лимфобластным лейкозом, которому 9 лет, мальчик, которому понадобилось из-за химиорезистентного течения лейкоза 3 трансплантации. В результате ему была выполнена гаплоидентичная трансплантация от матери в августе 2018 года. Пострансплантационный период протекал достаточно спокойно, была веноклюзионная болезнь печени средней степени тяжести, которая оккупировалась терапией дофибротидом. К 60-м суткам была подтверждена молекулярно-биологическая ремиссия заболевания, была начата отмена иммуносупрессивной терапии. На сотые сутки у пациента дебютирует реакция трансплантат против хозяина с поражением кожи, печени и желудочно-кишечного тракта. И вот здесь у него начинаются проблемы с пищеварением. Была начата терапия глюкокортикостероидами, местными топическими стероидами. Однако не удалось полностью оккупировать эту реакцию. К 60-м суткам у пациента развиваются эпизоды кровотечения. Был выявлен эрозивный эзофагит. Терапия была усилена сеансами экстракорпорального фотофереза. Однако на 22-е сутки у пациента развивается желудочное кровотечение. К этому моменту он уже находится в кахексии. Данный слайд иллюстрирует основные показатели. Это снижение массы тела. Видите, с 25 кг до 19 кг. Лабораторные показатели. И на каком этапе мы решили установить гастростому. Здесь бы я хотел отметить, что на этом фоне продолжалось парентеральное питание, как основной источник энергии и пластических субстратов. И начали энтеральное питание, начиная с полуэлементных смесей. Вы видите, что через 2 месяца терапии вес пациента пришел к исходным значениям. И он смог самостоятельно питаться. Данный слайд я бы хотел проиллюстрировать, что гастростома была установлена при достаточно тяжелом состоянии пациента на фоне текущей активной РТПХ с кожей кишечника. Тем не менее, такое плохое состояние кожи не привело к каким-то осложнениям со стороны гастростомии. Вы видите, что сниженные показатели тромбоцитов, скажем так, на нижней границе норме, эндотархиальный наркоз проводился, длительность операции 50 минут, но она включала постановку центрального венозного катетера и диагностическую гастроскопию. В заключение я бы хотел отметить, что эффективная и безопасная нутритивная поддержка складывается из нескольких аспектов, за которыми вы должны следить. Некоторые аспекты пересматриваются. Я отметил красным цветом – это подход к низкомикробной диете. Пробиотики. Похоже, что возвращается эра их более активного использования. Это всё связано с мнением учёных, что надо защищать микробиоту кишечника. Естественно, это более ранняя обстановка гастростом, если это требуется. Есть концепция паранетерального питания 3 в 1, которая снижает риск инфицирования. И система компаундинга. В заключение я хотел бы поблагодарить коллектив авторов, которые принимали участие в подготовке доклада. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...